Всем привет! Меня зовут Ярослав Степанов, руководитель группы тестирования ВК МиниАпс. В этом модуле мы будем говорить простым языком о тестировании именно в контексте мини-приложений ВКонтакте. Для начала давайте разберемся, нужно ли вообще тестирование мини-приложений, а также кто его должен проводить. Скорее всего, вы вспомните про тестирование после окончания разработки, когда до запуска будет уже рукой подать. И в этот момент зададитесь вопросом, зачем нужно тестировать, ведь вы же сами занимались реализацией приложения, знаете в нем все от и до. На самом деле, без тестирования вы не сможете объективно сказать, что ваше приложение готово к релизу. Несчетное число раз я слышал, да я тут пару строчек кода поменял, ничего не должно ломаться. Тут же часто добавлялось, да оно только что работало. Поспешное и необдуманное решение о релизе продукта часто приводит к тому, что пользователи сталкиваются со множеством багов, и это может повлиять на всю дальнейшую судьбу вашего приложения. Ведь именно от обратной связи пользователей зависит, получит ли продукт поддержку и распространение, или получит такие отзывы, которые будет ничем не исправить. Даже если вы пишете проект по приколу для пары друзей, позаботьтесь о качестве продукта, ведь если приложение завирусится, то времени исправлять и доделывать уже не будет. А вернуть тех, кто ушел, столкнувшись с проблемами, будет крайне сложно. Поэтому тестирование, безусловно, нужно. Без тестирования решение о релизе – это игра в лотерею. Может и повезет, но этот лишний риск вам не нужен. Те из вас, кто имеет опыт размещения сервиса в каталоге, знают, что мини-приложения, претендующие на выход в каталог, будут проверять модераторы и участники программы ВК-тестерс. Часто возникает резонный вопрос – а может этого достаточно? Зачем тратить время, если это сделают модераторы? Разберем каждый из этапов. Команда модерации будет смотреть в первую очередь на соответствие требованиям платформы ВК-миняапс, а также проверить, что со стороны разработчика нет злоупотреблений и нарушений. В процессе могут найти дефекты и сообщить о них, но это не основная задача, поэтому рассчитывать, что модерации достаточно – это большая ошибка. ВК-тестерс пройдут очевидные сценарии, очень выручат вас тестированием на широчайшем спектре разных устройств и тщательно проверят все нестандартные сценарии использования. Но они не знают всех нюансов и всей той логики, которую вы заложили в свое приложение. Нередко сталкиваются с ситуацией, что основные пользовательские сценарии не работают, потому что их не нашли. Поэтому позаботьтесь о полноценном тестировании, чтобы не было сюрпризов ни для вас, ни для ваших пользователей. Да и модерация пройдет быстро и безболезненно, если вы примените знания из этого модуля. Итак, мы поняли, что тестировать нужно, и делать это нужно своими силами. Теперь решим, кто же должен тестировать. В идеальном мире роль тестировщика берет на себя отдельный член команды, который обладает необходимыми знаниями и навыками тестирования веб-приложений. В реальном мире может оказаться, что в команде разработки нет тестировщиков. В таком случае, помните, ваша психика будет работать против вас. Поскольку дефект – это несоответствие фактического и ожидаемого результатов, может оказаться, что для вас, как для разработчика, даже явно неправильное поведение будет ожидаемо, просто потому, что вы так уже привыкли. Поэтому пользуйтесь чек-листами с точными формулировками. При желании два программиста качественно протестируют друг друга, чем если каждый протестирует свой код самостоятельно. Если не можете привлечь другого программиста, попросите друга, члена семьи, однокурсника или любого человека, который не раскроет коммерческую тайну вашего приложения до релиза. Чтобы не терять время впустую, прокачать вас и ваше мини-приложение, и чтобы вы точно знали, что, когда и как тестировать в мини-приложениях, наша команда собрала весь свой опыт в лучшие советы, практики и инструменты. Желаю поменьше багов, терпения, удачи и скорее включайте следующее видео.